В последние дни в Казахстане снизилась скорость интернета. Появились проблемы с доступом к сайтам и социальным сетям. Сайт Азатыка временами по-прежнему недоступен. Даже при наличии доступа открываются не все материалы. Министр информации и общественного развития утверждает, что лично он не блокирует сайт. Сайт Азатыка временами по-прежнему недоступен. Ранее Казахтелеком сообщил, что на некоторые сайты организованы атаки из-за рубежа. Но компания не уточнила, есть ли в этом списке Азатык. 28 сентября Государственная техническая служба заявила, что Казнет атаковали хакеры. Из-за этого скорость интернета упала. Блокировать онлайн-ресурсы в Казахстане без решения суда могут несколько госорганов, в том числе генпрокуратура. В этом ведомстве заверяют, что какие-либо меры против Азатыка не применялись. Сайт Азатыка перестал открываться после статьи о проведенном в Швейцарии расследовании об активах президента Казахстана. Пресс-защитник отмечает, что закрытие доступа к сайту – это нарушение права на свободу получения и распространения информации. Пресс-защитник отмечает, что в Казахстане в Казахстане в Казахстане в Казахстане в Казахстане, Азатык ранее неоднократно сталкивался с блокировками. В 2016 году во время земельных митингов, в 2019 году в ходе массовых протестов против выборов и в начале 2022, когда демонстрации вылились в беспорядке. Были случаи, когда не открывались отдельные публикации. Власти всегда заявляли, что не имеют отношения к блокировкам.